История, детектив, загадка, любовь. Ее произведения переворачивают сознание. После прочтения книг Саули Сулеймен ты переосмысливаешь свое отношение к жизни и к своему дому, говорят люди, которым посчастливилось познакомиться с ее творчеством. Известный казахстанский режиссер, деятель культуры республики Казахстан Журобек Мусабаев, который приехал в Шымкен специально, чтобы побывать на литературном вечере, не скрывает, отдельные произведения Саули Сулеймен обязательно будут экранизированы. Ну, произведение очень прекрасно, почему? Потому что, во-первых, очень так красиво написано, многие можно даже позавидовать, так как в описании, как автор описывает многих вещей, которых для нас очень много неизвестно. Особенно для меня, почему? Потому что, так как я очень много сталкиваюсь, чтобы снимать кино, и в этих произведениях очень много есть такие детали, которых можно было бы взять на кино. Музыканты-исполнители, ставшие прототипами героев книг Саули Сулеймен, дарили всем собравшимся песни, которые обычно исполняют, что называется, для души. Марлен Даулинбаев один из немногих счастливчиков, кто знакомился с произведениями Саули Сулеймен в черновом варианте. Как признается сам Марлен, его любимое произведение – это «Три истории одного города». Произведение о нашей повседневной жизни, написанное ярким и сочным языком. Мне нравится ее творчество, мне нравится ее стиль, мне нравится вообще, как она все выкладывает, как она пишет. Дело в том, что она ближе, вот чисто к шимкенцам, Саули Сулеймен, она ближе в том плане, что она пишет именно о нашей жизни. Незадолго до проведения мероприятий в социальных сетях и на официальной страничке издательского дома «БиЭс» был объявлен конкурс среди поклонников творчества Саули Сулеймен. Желающих оказалось немало. Желающих было очень много, даже было для меня удивительно, и были даже такие моменты, когда мне звонили и говорили, скажите ответ, но вы же вот знаете, и вот поверьте, я не помню сама. Это какие-то такие детали, которые, в общем-то, связаны с этими вопросами, я, естественно, их уже не помню, потому что как автор, наверное, произведение родилось, и я уже, в общем-то, ну, ребенок выпущен в мир. По мере того, когда мы приглашали друзей для того, чтобы рассказать об этом радостном событии, друзья стали говорить, а мы давно не видели, хотели почитать твою книгу и задать вопросы тебе, как писателю, по поводу книги сказки Старого Нуджи, по поводу новых твоих книг, по поводу проектов, которые связаны с издательским домом. И вот сегодня мы решили провести вот такой вечер. К слову, Саули Сулеймен не только талантливая писательница, но и руководитель издательского дома БиЭС, основная направленность которого – открывать новые имена. А потому информация, что издательский дом вошел в интернациональный союз писателей, стала своеобразным подарком к мероприятию. Теперь у издателя есть возможность публиковать наших авторов в России, Болгарии и Италии. Завершился вечер распродажей книг Саули Сулеймен, а все средства, вырученные с продажи, будут направлены в благотворительный фонд Кулагер. И верим, вот случится чудо, заглянет к нам лучом оттуда, из неизвестности добром. Следующий литературно-музыкальный вечер, который пройдет через месяц, будет посвящен творчеству поэта Мерзамурата Кушербаева. Свет и луча.